Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Я – легенда. Адаптация одноименного романа Ричарда Мэттисона о неизвестном вирусе, унесшем в жизни половину населения земного шара, а остальную половину – превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду упырей. А днем – пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии. Дитя робота. После глобального катаклизма человечество умирает. В подземном бункере автоматически активизируется аварийная программа, и робот-гоманоид-мать выращивает из эмбриона человеческого ребенка. Девушка, воспитанная под бережным присмотром матери, никогда не видела ни поверхности земли, ни других людей. Но однажды ее мир переворачивается, когда на пороге убежища появляется женщина с просьбой о помощи. Город Эмбер. Побег. Медный. После постигшего Америку апокалиптического события, Средний Запад разделен на территории банк. Находившийся до катаклизма в процессе развода семейная пара пытается добраться через опасную местность до родителей жены Милуки. Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1. 2014 года. В 75-е голодные игры изменили все. Китнис нарушила правила, и непоколебимое до той поры деспотичное правление Капитолия пошатнулось. У людей появилась надежда, и ее символ Сойка-пересмешница. Теперь, чтобы освободить захваченного в плен Пита и защитить своих близких, Китнис придется сражаться в настоящих битвах и стать еще сильнее, чем на арене игр. Вне себя. 2015 года. Один ученый нашел способ победить смерть с помощью имплантации своего сознания в молодое тело, созданное методом генной инженерии. Операция эта дорогостоящая и проводится подпольно, а поэтому доступна лишь ограниченному кругу лиц. Умирающий пожилой бизнесмен решается на это и получает возможность прожить еще одну жизнь. Однако, когда ему приоткрывается тайное происхождение нового тела, за ним начинает охоту секретная организация, которая не остановится ни перед чем, чтобы защитить свои интересы. Вымирание. 2015 года. После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства люди были почти стерты с лица Земли. В течение всего лишь нескольких дней инфекция превратила их в диких существ без интеллекта. Они стали злыми и безжалостными. Через 9 лет после этого мы находим небольшой городок, Хармони, покрытый многолетними снегами. Двое мужчин, давние друзья Патрик и Джек, и дочь Джека Лу, единственные оставшиеся в живых. Тем не менее, они не общаются, или даже не признают друг друга. Что-то ужасное произошло между ними, и глубокая неумолимая ненависть прекратила их дружбу давным-давно. Хардкор. 2015 года. Прекрасная супружеская жизнь, рядом с очаровательной Эстель, это всё, что помнит главный герой, после того, как просыпается в неизвестной научной лаборатории, где в чувство его приводит собственная жена. Но супруга тут же оказывается похищенной, и ничего не понимающий главный герой Генри уже вынужден преследовать монстра Акана, который украл его жену. Колония. После природного катаклизма, под ледяной поверхностью покрывшей землю, оставшиеся в живых люди собрались в Колонию 7, и пытаются выжить, несмотря на сокращающиеся запасы продовольствия. Они ещё поддерживают связь с Колонией 5, но после того, как контакт с ними теряется, группа смельчаков отправляется в опасную экспедицию, чтобы выяснить, что произошло с их соседями. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!